В наших комментариях обсуждается, зачем Бхагаван Ираама установил Шива Линкона и поклонял Шанкаре перед тем, как пересечь океан. В чем была причина этого? Зачем Рамачандра поклонялся Шиве? Бхагаван Ираама объясняет. Причина следующая. У Бхагавана есть замечательное качество. Он Бхагавацала. Кто он? Бхагавацала. То есть очень любит своих преданных. Например, Кришна разве поклонялся стопам Судамы? Поклонялся. Он омывал стопы Судамы, принял его Черинамриту, воду, которую омывал стопы Судамы. То есть сам Господь совершает буджи поклонения своим преданным. А когда Радарани являет ман, Кришна признается, о рада, чтобы разрушить твой ман, я столько усилий предпринимаю. Мне не так тяжело было поднять Гириач Гвардану, убить Агасору Бхагасору. Но успокоить твой ман о Радарани очень тяжело для меня. Что это означает? Что Радарани выше, а Кришна ниже? Что Судама, стопам которого поклоняется Кришна, возвышеннее, чем Кришна? Нет. Подобным образом Кришна поклонялся Шанкаре. Для чего? Бхагада Витабушина объясняет, не Кришна Рама. Если бы Рама не выполнял путчу поклонения Шанкаре, то никто бы Шанкаре не поклонялся. Поэтому Господь подал пример. Он указал, что Шанкара мой Бхакта, преданный. Благодаря Шанкаре можно обрести преданность моим лотосным стопам, говорит Господь. Шанкаре, например, приходит в Шанкаре как Хануман, и как Хануман воздает служение лотосным стопам Господа. А в Кали-йогу Шанкаре не сходит как Адвайта-ачарья и служит лотосным стопам Махапрабху. Выполняет очень много служения для Господа. Господь всегда возвеличивает своих преданных, прославляет их, и даже Сам поклоняется им, чтобы научить своим примерам весь мир. О, если вы хотите обрести Бхакти к моим лотосным стопам, учит Господь, это невозможно без милости преданных. Например, разве без милости Ханумана можно обрести милость Рамы? Нет. А сейчас мы переходим к читанию Бхагава Ци. К обсуждению ситуации, которая была в Навадвипе до прихода Махапрабху. Мы обсуждали уже, что до прихода Кришны, например, земля Бриндаван чудесно был украшен, как невеста. Подобным образом до прихода Махапрабху вся Навадвипа расцвела. Она покрылась цветочками, плодами, фруктами, ожидая Господа. А Лакшми сделала Навадвипу обителем своих игр и проливала на нее свою милость. Ранее мы слушали об этом, а также повторяли шлоку Навадвипа Хенограмма Трипхавана Най. Во всех трех мирах нет такой же обители, как Навадвипа. Чем она прославлена? Джахия Ватирнахоза Чайтанья Касай. Сам читание Махапрабху не зашел в Навадвипе, поэтому она столь возвышена. Также мы обсуждали, что многие ученые-мужи жили в Навадвипе, они изучали священное писание, но смысл шастры не понимали. Они не совершали бхакти, преданное служение Господу, лишь только спорили между собой. Видя все это, Адвайда Ачарья был очень опечален. Ранее мы слышали о том, как он, видя это, начал предпринимать усилия, чтобы призвать Господа в этот мир. И также мы обсуждали, что у Шриваса Пандита было три брата. Все вчетверо, вместе также с супругами и женами, они ночью брали каратало Мриданки и повторяли святое имя. Кришна, 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 Хри, 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 Хри Возмущались. Демоны есть всегда. Во время Рама Лила есть Равана. В Кришна Лиле, кто был? Камса, Агасуру, Пакасура. В каждой йоге есть Девата и Дэйдэ и Датти, то есть демоны и половоги, как праведные личности преданные, так и безбожники. Итак, Шривас и его три брата совершали баджи вместе со своей семьей, а безбожники думали, так, они ничего не делают, по ночам повторяют Харе Кришна. Наверняка просто они голодные, поэтому не спят и кричат поэтому громко Харе Кришна. Кроме того, Господь же спать должен ночью, а они каждый день, каждую ночь кричат Харе Кришна. Если они побеспокоят сон Господа и тот проснется, то будет недоволен и нашлет беды на нашу местность. Будут проблемы. То есть будут неблагоприятны из-за того, что Господь недоволен, поскольку его сон будет побеспокоен, и всех нас тогда постигнет беда. Кроме того, если мусульманский правитель узнает по этих Кришнах, он тоже не будет доволен. Во время дома Хапраму на воды поправил мусульманский правитель. И жители думали, нас тоже могут в тюрьму бросить. Так они поэтому осуждали тех, кто совершал баджин. Но Шривас и трое его братья, вся семья, все равно по ночам совершали киртан, чтобы как можно скорее призвать Господа в этот мир, и он пролил милость на всех нуждающихся, всех пачу. И Махапрабу тогда не зашел. Но что произошло до этого? Например, до Кришны кто не сходит? Скажите мне, Баладеу Прабу? Баладеу старший брат Даубая, Кришна. А затем уже рождается Кришна Канэ. Даубая в играх Махапрабу предстает как Нитянанда Прабу. Также Махапрабу и старший брат Вишварупа. До прихода до прихода Махапрабу Кришна убил шестерых детей. Седьмым явился Нитянанда Прабу. Подобным образом в играх Махапрабу у Шачиматы погибло восемь дочерей. Затем уже явился Вишвамбара. То есть это параллель в обеих лилах. Шесть детей, которых убил Камса, что означает Кам, Кротх, Лобха, Моха, Мадам, Ацаря, то есть гнев, вожделение, жадность и так далее. Это означает, что до тех пор, пока данные недостатки живут в нашем сердце, Господь не сможет в них проявиться. Поэтому сначала их убивают, а потом уже являются Баларама и Крешна. А в играх Махапрабу Нитянанда Прабу приходит до Махапрабу. Где явился Нитянанда Прабу? Были в Новодвиве? Скажите, в какой деревне родился Нитянанда Прабу? Говорите громче. Эко-чакра. Эко-чакра-грам, то есть деревня, где родился Нитянанда Прабу. Почему это место называется Эко-чакра? Мы уже слушали о том, что когда была Махапхарата, объясняется название. Питама Хабрама, Питама Хабишма дал обет разрушить обет Кришны. Кришна обещал, что он во время Махапхараты не возьмется за оружие. А Питама Хабишма сказал, да не сын я Шантану, если я не заставлю Кришну взять оружие в руки. не сын я своего отца, если я не сделаю этого. И однажды, в один из дней битвы, Арджуна и Бишма так сильно сражались, так интенсивно. И Бишма просто осыпал стрелами Арджуны. Арджуна также раз за разом вздимал свой лук и атаковал Бишму. Но так или иначе, у Арджуны не получалось одолеть Питама Хабишму. Кришна видел все это и понимал всю трудность положения. Ведь он обещал своей тетушке Кунти, что с пандовыми ничего не случится. Перед Махапхараты Кунти пришла к Кришне и сказала, я вручаю тебе своих пятерых сыновей, пяти пандовых, пожалуйста, сохрани их. Кришна ответил, не переживай, о тетя, даже если будет пролая, уничтожение мира, с голов твоих сыновей, пандовов, не упадет даже волос. Почему? Тот, кого защищает Господь, будет без безопасности. Ничего с ним не случится неблагоприятного. Поэтому Кришна ответил, тетя, не переживай, все с пандовыми будет в порядке. Кроме того, Кришна обещал через Арджуну, он сказал, о, Арджуна, пожалуйста, скажи, что мой предный никогда не погибнет. Каунтея Пратиджани, нам и Бхакта Пранайшати. Кришна дал такие обещания, но что он увидел затем в один из дней, как Бишма раз за разом атакует его предного Арджуна, словно хочет его убить. Что же Кришне было делать? Сегодня мой Партха, мой друг на грани смерти. Его тело просто решетчено стрелами Бишмы. Но Кришна дал обет не брать в руки оружие. Однако, видя такое положение дел, Кришна соскочил с колесницы, схватил колесо от колесницы и замахнулся на Бишму. Когда Бишма увидел это, он подумал, о, Бхагаван, кто такой Кришна? Необычная личность. Ясия Прабха Прабхавато. Цитата. В Кришне в Господе содержатся бесконечные вселенные, не одна вселенная. По одному ему желанию вселенные творятся, поддерживаются и разрушаются. И сегодня этот могучий Господь оставил свой обет, чтобы защитить обет Бишму. Он поднял колесо от колесницы как оружие. Видя это, Бишма подумал, насколько же милостив, сострадателен Господь. Он сберег мой обет, что я заставлю взять его оружие и взял в руки оружие, нарушив свое собственное обещание. Бхагаватсал Бхагаван Киджа. Петтамаха Бишма тогда поднялся со своей колесницы, припал к стопу Кришну, предложил ему поклоны и сказал, «Отакураджо, Господь, он настолько милостив». Но Господь еще поднял чакру. Он сатте-парамдхимахи, высшая истина. Он сатте-брата. Его брата обет никогда не бывает напрасным. И поскольку, раз он уже поднял чакру, чтобы бросить ее, ему нужно было куда-то ее бросить. Он поэтому что сделал? Он бросил ее откуда? Скурукшетра. Чакра полетела, вращалась, 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 и приземлилась к Депп на Ватвипе, в месте, где явился затем Нитянанда Прабо. Оно стало называться Эко-Чака. То есть Эк одна чакра от диска. Эко-Чакра. Поскольку диск чакры там упала, называется место Эко-Чакра, одна чакра. И в этом Кришна сделал так, потому что знал, что в дальнейшем, в будущем его старший брат явится в Эко-Чакре. Это место называется также Рар-Грам. Рар это там Р, которое похоже на Д, это Д, Р, то есть нечистое Р, нечистое Д, Рар или Радх Грам. Поэтому иногда произносится Рар Грам, иногда Радха Грам. Такое название имеет глубокий смысл. Балдео Прабо в Кришна-Лиле где рождается? В Гокуле. В Вриндаване. Подобным образом в Новодвипе он также рождается скрытым в Гопта-Вриндаване. Поэтому он принимать рождение является в Рар Граме, то есть в Радха Граме, то есть в скрытом Вриндаване, ведь в обители Радарани. Вриндаван это также обитель Радарани, ее сердце. Вринда Ван, что означает? Вринда Ван. Врин указывает на Вринду на Тулусе, а изначально Вринда это Тулусе. Ван лес. То есть Вринда Ван это лес Радарани, который является изначально Вриндой, изначально Тулусе. А в Новодвипе есть тоже, а Новодвипе не отлично от Вриндавана, поэтому там же есть также место Рар Грам, где явился Нитянанда Прабу. В какой семье он родился, как звали родителей? Харай Пандит это отец Нитянанда Прабу. Пандит означает Брама. А Матаджи матушку Нитянанда звали Падмавати. Из ее чрева родился Нитянанда Прабу. Крипасинху Бхакти Дату Цитата Кто такой Нитянанда Прабу? Бхакти Дату То есть тот, кто дарует прему любовь к Господу. Говорится Нитая Коруна Хабе Враджа Радакришна Пабе По его милости Хэнанита Винабай Радакришна Пайтанай Тритакори Дхаранитай Пара По милости Нитянанда Прабу Можно Обрести Милость И Радакришна Приблизиться К ним Иначе Это невозможно Поэтому Брат Крипт Держись За лутос Настопонятая Поэтому Нитянанда Прабу И описывается Как Бхакти Дата Тот, кто дарует Бхакти Кроме того Он Крипасинху То есть Океан милости Мадай Например Размил Ему голову Нитянанда Прабу Сказал Ничего страшного Пусть Распил Мюю голову Просто Хотя бы раз Повтори Святое Имя Хотя бы раз Повтори Имя Господа И все твои грехи Будут Нивелированы Омадай Сказал Нитянанда Прабу Баишна Вадхам Он изначальный Вашнаф Нитянанда Прабу Так же Он Дхама Сварупа И что произошло Благодаря тому Что Нитянанда Прабу Явился В этой местности Сэйди Нахоэте Когда Нитянан Прабу Явился Валадео Прабу Радхаграм Начал Процветать Еще Болище Он был Наполнен Плодами Цветами Листочками Цитата Так явился Нитянанда Прабу Неотлично Отбалдура Прабу А затем Кто явился В читании Махабраву Бриндаван Дастакур Далее В читании Бхагавати Начнут Повествовать Об этом Мы послушаем Об этом Уже завтра Как явился Сам Шичанандана Гоурахари Нитянанда Прабу Ки Нитайгавр Прабанан Дэй Али Али Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...